Мы сейчас в госпитале ветеранов. Именно здесь проводят жизненно важную процедуру для людей с хронической почечной недостаточностью – гемодиализ. Как выглядят аппараты и как проводится процедура – сейчас узнаем все подробности. Этот аппарат называют «искусственная почка». Он очищает кровь пациента. Для чего это нужно? При заболевании почки сами не могут выводить токсины из организма. Сам аппарат подразделяется на несколько блоков работы. Первый блок – это блок кровообращения с дистанными перфузионными насосами, благодаря которым кровь поступает из организма пациента к фильтру. Дальше – блок искусственного кровообращения и очистки. Здесь, благодаря фильтру, очищается кровь, поступает диализирующий раствор и кровь пациента. Смешиваясь внутри аппарата, поступает в противоход. То есть, навстречу этому потоку крови токсические вещества вводятся из организма. Вот здесь у нас находится фистула. То есть, один емкостный сосуд, как мы говорим. Артерия и вены. Они сшиваются вместе. Здесь один-один емкостный сосуд. Как обычную инъекцию внутривенную делаем. Накладываем жгут, щупает медсестра пальчиком и прокалывает. Одно иголочкой, второе иголочкой. Вот иголочки. А вот это идет уже потом присоединение магистрали непосредственно к аппарату. Венозная – это синенькая, это возврат. Крови уже очищены. Прекрасненько артериально. Это происходит забор крови у пациента. То есть, здесь идет, ну, условно, так скажем, грязная кровь, не очищенная. А здесь уже чистая кровь без токсина. Возвращается к пациенту обратно в организм. Столичное отделение гемодиализа работает круглосуточно. Может принять до 15 человек одновременно. Еще один аппарат для экстренных случаев. Сама процедура длится 4 часа. Три раза в неделю. В течение недели-двух без этих процедур пациент может скачаться. При всех соблюдениях, правильных посещения процедуры, соблюдении диеты, назначении, лечении, ну, сопутствующей патологии, пациенты довольно-таки долго могут прожить. То есть, пожизненная эта процедура. В отделении гемодиализа работает целая команда. Медсестры подключают фистулу. Технический персонал выставляет параметры и следит за работой аппарата. Врачи присматривают за пациентами. Моя задача заключается в большей части лечить осложнения, которые могут возникнуть во время процедуры. Также, если пациенты поступают в остром порядке, то острое повреждение почки. И если возникают какие-то осложнения, ликвидировать их в тот же момент. Если, к сожалению, бывают и такие случаи, что приходится реанимировать пациентов. Фистулу устанавливают пожизненно. Пациент обязан за ней ухаживать, не напрягать руку, не поднимать тяжести и не травмировать. А еще следить за гигиеной и давлением. Иначе фистула может затрамбироваться и не работать.